Понимаете, что такое Дума? Это в обязательном порядке, не просто человек пришел. Заседание Гурдумы иногда чем-то похоже на работу в кулинарном цеху. На сессиях тоже бывает жарко, а оппоненты подливают масло в огонь. Но и повара, и депутаты должны трудиться с душой, говорит народный избранник Александр Лоза. Труд пекаря, труд депутата, я думаю, и то, и другое, это должно быть призвание. Депутат должен не работать, не работать, а помощь людям. Это не работает, нам больше призвания. Вообще украшать куличи и раскладывать тесто формы должен был сенатор Николай Савельев. Он каждый год проделывает эту процедуру, но Савельев срочно уехал. За себя оставил однопартийцев и две печати. Вот эти две печати, которые сенатор Атамурской области Николай Савельев приобрел у антикваров. Обе печати 19 века. Одна из серебра, это которая побольше, а вторая из латуни. С помощью серебряного оттиска делают пасхальные пряники. Те, к которым предложили руку депутаты, стоить дороже не будут. 70 рублей за 300 граммов. Оксана Чукрова, председатель комитета, вспоминает, раньше такого кулинарного разнообразия не было. Уверяет, Пасху праздновали все семьи и в советское время. Я родилась в многодетной семье. Нас восемь человек детей. Четыре мальчишки, четыре девчонки. Мы всегда... Не было такого изобилия красок, но красили шкур лупа, всегда оставляли от наших, от лука. У нас уже традиция эта ежегодная, да. И тут никакой политической окраски. Мы символизируем, как я уже и сказал, единство семьи. Хотим эти традиции сохранить, возродить и передать в семью. Мы ежегодно выполняем и будем выполнять, надеюсь. Часть куличей и пряников с оттисками отправят в Благовещенский детдом и союз пенсионеров. В этом году в столовой Амурского правительства символов Пасхи испекут больше, чем в прошлом. В том году мы испекли полторы тысячи куличей. И нам маленько даже не хватило. В этом году планируем на куличей 300, наверное, больше сделать. На вопрос, что бы выбрали депутаты, час работы в Думе или час труда в пекарне, единороссы однозначного ответа не дали. И где-то через 40 минут покинули цех. До следующей Пасхи. Светлана Рожкова, Кирилл Захаров, Альфа Новости.